МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. С Крымом не торговать. Соответствующее решение озвучил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Всем миром представители Межлиса крымских татар совместно с дипломатическими миссиями ряда европейских стран инициируют идею объединения санкций против России. Свет в домах. В Крым идет электричество из России и Украины. Дороги Севастополя. Ооккупационное правительство города признало половину дорог в Севастополе небезопасны и во всем винит попередников. В среду 16 декабря кабинет министра Украины принял решение о прекращении торговли с оккупированным Крымом и неподконтрольными Украиной территориями Донецкой и Луганской областей. Решение вступит в силу через 30 дней. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Забороняется поставки работ, товаров, послуг за всеми митными режимами с темчасово окупованої территории на другую территорию Украины та або с другой территории Украины на темчасово окупованную территорию Украины за винятком особистых вещей громадян, социально значительных продуктов харчевания и гуманитарной помощи. Что до поставки электричной энергии, то такое поставки электричной энергии оккупированные территории, по словам премьера, могут осуществляться на основании решения Совета национальной безопасности и обороны. Напомним, 8 декабря в украинском парламенте был зарегистрирован проект закона о временно оккупированной территории Украины, который предусматривает запрет на торговлю с оккупированными территориями страны, а также на поставку им воды и электроснабжения. Кроме того, устанавливает режим государственной и таможенной границы для линии разграничения. Представители МИДЖЛИСа крымских татар совместно с дипломатическими миссиями ряда европейских стран инициируют идею объединения санкций против России, которые ранее были введены странами Европы и США из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемиля по итогам четвертой ежегодной встречи с представителями ДИП-миссий в Киеве. По его словам, эту идею поддержали большинство участников встреч. Прозвучала идея о том, что невозможно смягчать или убирать какие-то санкции, только потому что где-то там частично соблюдаются агрессором какие-то условия. Но пока продолжает оставаться в оккупации часть территории. Поэтому здесь четко говорилось о том, что необходимости объединения этих санкций. Экономические санкции в отношении России, напомним, действуют около двух лет, пока продолжаются оккупация Крыма и военные действия на Донбассе. Они касаются всех сфер экономической деятельности страны-агрессора в мире. Таким образом, мировое сообщество пытается понудить и освободить оккупированные украинские территории. С начала аннексии Крыма там постоянно нарушаются права человека и преследования граждан по политическим, религиозным и другим признакам. Однако полноценно мониторить ситуацию на полуострове на сегодняшний день невозможно. Международные наблюдатели больше года лишены доступа на полуостров. Оккупационные власти блокируют все попытки международных миссий попасть в Крым. Спросите у своего руководства, как они так делают, что они нас приглашают и нас не пускают сюда заехать. Задайте такой вопрос. Мы подождем пока. Мы уже запрашивали их, командовать, запускали. В ситуации с допуском в Крым представителями дипломатических миссий усложняет еще и участие России в составе Совета Европы и ее право витировать те или иные решения. Поэтому в ходе четвертой встречи с дипмиссиями в Киеве представители МИДЖЛИСа крымских татар призвали международное сообщество продолжить работу по созданию в Крыму международной миссии ВСЕ, которая бы мониторила многочисленные нарушения прав человека и оперативно реагировала на них, информируя мировое сообщество. Это вопрос, озвученный председателем МИДЖЛИСа крымского народа о необходимости создания какого-то постоянного представительства самого высшего международного органа, представительства ООН на оккупированной территории, которая могла бы мониторить ситуацию с правами человека. Я думаю, что это очень важно, хотя, конечно, все это зависит, насколько это удастся. Об итогах встречи в Киеве представители международного сообщества отчитаются перед правительствами своих государств. Решено также и дальше контактировать с украинскими властями и представителями МИДЖЛИСа для дальнейшей разработки стратегии возвращения Крыма под контроль Украины. В Крым возвращается полноценная жизнь после так называемого блэкаута, который продлился больше недели. С начала 2 декабря президент России запустил первую ветку энергомоста из Краснодарского края в Крым. Потом 8 декабря Украина возобновила поставку электроэнергии по одной из четырех линий электропередач. А 15 декабря подключили вторую ветку энергомоста в Крым. Теперь можно сказать, что свет в Крыму есть практически везде, за исключением крупных промышленных предприятий. Предстоит еще наладка оборудования, но исхожу из того, что если и будут возникать какие-то проблемы, то они будут быстро устраняться. Нам нужно решать следующие задачи, которые перед нами стоят, а именно к лету, а точнее где-то в апреле, ну в крайнем случае в мае, нужно будет обеспечить еще две цепи на Крымский полуостров энергетические, с тем, чтобы дать на Крым не менее 800 мегаватт. Сейчас на улицах крымских городов везде горят светофоры, уличное подземное освещение в переходах работает без перебоев, в домах наконец-то электричество есть круглосуточно. Ну сейчас-то стабильно все есть, в принципе, вообще никаких проблем в этом вопросах. Ну бывает, там иногда отключают пару часов, но это потому, что из-за аварии, из-за нагрузки на сеть. Очень оперативно отреагируют, свет есть, нормально все. Большая благодарность властям, что они оперативно это сделали, потому что вообще вначале говорили 20 декабря, но сделали, вот уже свет был там какого, ну в начале декабря уже было нормально, вот так более-менее. Поэтому я думаю, ну спасибо властям и тем, кто непосредственно эту нитку тянул. Работает и наружная реклама, даже днем открылись магазины, кафе, в Симферополе возобновил работу ледовый каток и кинотеатры. Вышли на маршруты троллейбусы. Уже традиционно многие говорят, что виновата Украина, электричество с ее материковой части не надо. Уже знакомая потерпием стала визиткой жителей республики, особенно тех, кому за 50. У нас есть свет. Ради Бога, конечно, все нормально, ребята, все хорошо. Мы не такое перетерпим, если надо будет. Там уже, гляжу, работают светофоры, все работает, по дорогам все хорошо. Так что, ребята, все нормально. Крымом должен быть, Крым и должен быть русским, ребята. А русские не бросят. За 23 года мы не такое видали. Надо уходить от той помойки. Вовсе ничего украинского нам не надо. Власти Крыма уверены, что после ввода второй нитки первой очереди энергомоста, с учетом собственных ресурсов, общая мощность крымской энергосистемы составит около 1000 мегаватт. Это составляет от 80 до 100 процентов от потребностей крымской энергосистемы. Процент потребления зависит от времени суток, температурного режима, выработки ветровой и солнечной энергии. Довольные горящими лампочками крымские пенсионеры прильнули к телевизорам. Сейчас мы радостные, что все прекрасно. И главное, были вот биатлоны, и везде нас показывают, и все. Ничего, пережили. Да. Это не то, что на Донбассе пережили. Молодцом. Потому что нам Россия дала, все восстановили, теперь все нормально. Я вот здесь недалеко живу, у нас не отключают, нормально все. По графику давали, по графику. И бывало и два часа не было, было только там три часа, бывало вообще трое суток как-то вообще не было. Вот и сейчас нормально, все хорошо. Кстати, версии о том, каким образом удалось так быстро подключить этот самый энергомост, несколько. В том числе и это, озвученное российскими СМИ. Энергомост в Крым оказался построен в считанные дни, как по мановению волшебной палочки, невзирая на штормы в Керченском проливе. В прессе появилась интересная версия того, почему энергомост в Крым был построен так быстро, после начала энергодефицита на полуострове. Потому что энергомоста вообще нет. А есть в реальности российская атомная подлодка в Феодосии, которая запитала своим реактором сухопутные энергомощности. Причины секретности понятны, уточняет издание. Атомные лодки не имеют права проходить через турецкий пролив Босфор, а эта лодка была проведена нелегально. От МАГАТЭ это тоже скрыли. В реальности же, добавляет редакция, первую нитку энергомоста запустят не ранее 20 декабря. Так это или нет, узнать невозможно. Однако сомнения в существовании энергомоста есть. В распоряжении одного из севастопольских сайтов оказался ответ Управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организации одному из жителей города. В своем письме он жаловался на дороге. Как оказалось, в Белокаменном по состоянию на осень 2015 года нормативы ровности и сцепления отвечают чуть более 36% асфальтового полотна. Ровных – менее 30%, а вот хороших – немногим более 12%. Согласно все тому же ответу, более половины дорог не соответствуют нормативам вовсе. Всю вину за такое состояние полотна так называемый начальник управления дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства Виктор Максимец возложил на попередников. По его словам, ремонта трасс в Севастополе не было 30-40 лет еще со времен Советского Союза. Хотя, по его же словам, следует проводить капитальную реконструкцию каждые 12 лет. Он рассказал, что в 2015 году дорожным службам Севастополя удалось отремонтировать 25 улиц и отреставрировать три объекта на въезде в город. Ялтинское кольцо, подъезд к поселку Максимова дача и обход города в районе этого же поселка. Но на стопроцентно завершенными работы назвать рано. Из-за былкаута у коммунальщиков украли три недели. Редактор субтитров А.Семкин